Пятый канал представляет Ну чё, Серёга, денёк всего остался. Чё унывать-то, а? А на, я в порядке. Всем доброй ночи. Доброй ночи, Василий Фёдорович. Доброй ночи, Василий Фёдорович. Как обстановка? За время несения вахты происшествия не зафиксировано. Всё в порядке? Расслабься, Фёдорович. Проливы прошли. Впереди до боли знакомая Балтика. Завтра к вечеру в Питере будем. С торпом. Дай бинокль. Не пойму, что за катер? Да, мало ли кто. Фёдорович, тебе постоянно что-то мерещится. То шпионы, то пираты. Работа у меня такая. Предугадать, предупредить. А за то, что в трюме, я головой отвечаю. Так, Петрович, направка. Да, вот туда прожектор. Заглушите двигатель. Пираты. Бред какой-то. Мы же на Балтике, а не в каком-нибудь Аддонском заливе. Чего он там гавкает? Заглушите двигатель. Украшает мерзавец. Говорит, чтобы мы остановились. Алексей Владимирович, сообщай нашим. Говорит капитан сухогруза Юрий Маслов. По левому по борту водотропные люди. Что за чёрт? Да тише, капитан. В трюм, в трюм, в трюм. Обходим с другого борта. Беги в трюм, в трюм. Всем оставаться на месте, иначе убьём. Бросайте оружие, корабль захвачен. Касан, тащи сюда капитана. Али, проверь трюм. Назови своё имя. Да пошёл ты! Я сказал, назови своё имя. Убери ствол. Ты кто? Я Джефф Лебаса. А я Алексей Чернов. Капитан российского торгового судна. Какого чёрта тебе нужно, Джефф Лебаса? Теперь на колени. Вы можете нас убить, но на колени не поставить. Окей. Судно торговое. А ты в костюме. Похоже, именно ты тут главный. Шёл. Там ничего нет. Ищите дальше. Он где-то здесь. Всех в трюм. И свяжите их покрепче. Быстрее. Шевелитесь. Шевелитесь. Я тебя гнино убью, мамой, клянусь. Пошёл. Касан, а ты со мной. Выруби всю связь. И отведи корабль вот в эту точку. Потом обесточь судно. Мистер Уилкинсон. Это капитан Джефф Лебаса. Боги помогают смелым. Готовьте деньги. Если мясо с ножа, ты не ел ни куска. Если руки с ножа наблюдал свысока. А в борьбу не вступил с подлецом с палачом. Значит, в жизни ты был ни при чём, ни при чём. Испытай, завладев, ещё тёплым мечом. И доспехи надев, что почём, что почём. Разберись, кто ты, трус или сбранник судьбы. И попробуй на вкус настоящей борьбы. Пираты Балтийского моря? Это что-то новенькое. Тем не менее, факт. Именно здесь, у берегов Швеции, они захватили наш сухогруз Юрий Маслов. Капитан успел сообщить. Когда это случилось? Менее часа назад. Транспондер на судне выключен. Связи нет. Министерство обороны пытается отследить сухогруз через спутник. Но, как назло, над Балтикой сильная облачность. А что-то ценное не перевозили? Я тебе, как старый моряк, по секрету могу сказать. Сухогрузы обычно перевозят сухие грузы. Но вряд ли, товарищи генералы, нас бы сюда вызвали ради пары тонн угля. Хорошо. В трёме, в секретном порядке, перевозится один из блоков, нашей новейшей системы противоракетной обороны. Название засекречено. Но вам я его скажу. Он называется «Луч». И куда это судно шло? В Питер возвращалось. Так, подождите. Я что-то вообще ничего не понимаю. Поясняю. Эта система была поставлена одной дружественной арабской стране. Но месяц назад, наверное, все слышали, там случился военный переворот. К власти пришёл вставленник американцев, и в страну сразу же хлынули их военные советники. Наверное, понятно, что их интересовало в первую очередь. Наша система. Да. Поэтому пришлось действовать, так сказать, экспромтом. Демонтировать с неё самое главное. Тот самый блок «Луч». Ну, я так понимаю, это удалось? Удалось. Аппарат благополучно оказался в трюме сухогруза и завтра должен был быть в Питере. А-а-а. Ну, тут появились пираты. И что, это совпадение или как? Кто знает. Но нужно исходить из худшего. Что пираты – это просто прикрытие. А те, кто стоит за нападением, охотятся за лучом. Так что нужно искать сухогруз, освобождать команду и не допустить, чтобы луч оказался в руках наших врагов. А на нём нет системы о самоликвидации? Есть, но её отключили. Для активации нужно ввести код вручную. Ну что, задача ясна? Абсолютно. Тогда обсудим вашу легенду. Число в пять уже идём. Понять бы нас на галеры или сразу у расхода. Нигар Капитруевич. Товарищ капитан, ну нас хотя бы уже ищут. Ну, конечно, я же на базу сообщил. Хотелось бы, чтобы побыстрее. А то зайдут какие-нибудь шхеры и ищи свищи потом. Вот, сман, отставить панику. Нас обязательно найдут и спасут. Добрый день. Здравствуйте. Я Олаф Андерсон, лейтенант полиции Мальме. Мне поручено отвезти вас на полуостров Вихгерд в Ботническом заливе в лагерь беженцев. Рад знакомству, лейтенант. Вот наши журналистские аккредитации. Ваши бумаги уже проверяли. Всё в порядке. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Там, куда мы едем, не действуют законы. Бандитский анклав внутри старушки Швеции. Беженцы не идут на контакт, работать не хотят. Только требуют пособия, еду, одежду. Чё он сказал? На жизнь жалуется. Это условная граница между прошлой и будущей Европой. Дальше сами. И не провоцируйте их лишний раз. Спасибо. Да, и постарайтесь закончить ваше интервью до темноты. Это уж как получится. Вы, русские, совершенно безбашенные. Слышь, что он говорит-то всё время? Да пугает. Фидель, я привёл Либаса, как ты и просил. Пусть заходит. Здравствуй, Фидель. Зачем ты посылал за мной? Не делай вид, что не понимаешь. Это обычный налёт. Взяли лодку, немного пошумели, получим выкуп. 20% тебе. Немного пошумели в центре Европы? Ты самовольно захватил российский корабль. Здесь не Сомали. Здесь так нельзя. Ты подставляешь всех нас. Джефф, мы должны уважать местные законы. И пока я здесь главный, я требую... Окей, Фидель, окей. Окей, окей, Фидель. Я обещаю, я больше не буду работать без твоего одобрения. Четверть тебе и проехали. Идёт. Ты вернёшь корабль русским, а я постараюсь сделать так, чтобы шведские власти ничего не узнали. Ты меня понял? Но, Фидель... Ты меня понял? Воля твоя, Фидель. ты у нас рулешь. Пошёл вон. Осман. Глаз в него не спускай. Да, принял. Яна, разузнай, кто у них тут главный. И про рыбаков спрости. Поняла. Пираты были на катере. Где-то же он стоит. Идите. Мы пока осмотримся. Ага, готов. Пойдём работать. Давай. Добрый день. Это российское телевидение. Мы бы хотели... Ладно. Проехали. Добрый день. Мы снимаем документальный фильм о мигрантах в Швеции. Итак, первый вопрос. Это, слушай, Ян, попробую на французском с ними. Ну, я там, насколько знаю, они в большей части в французской колонии были. Легко сказать. Ну, чё ты, и улыбнись там. Спроси, как дела сначала. Ладно, попробую. Ну, давай, постарайся. Добрый день. Простите, что отвлекаю. Я могу задать вам вопрос? Эй, слышь, что за беспредел, я не понял. Друг, пойдём. Пойдём поговорим. Не надо, не надо. Пойдём. Слушай, если хочешь поговорить, и посылай женщину. В чём проблема-то? Это непочтительно. А, я догнал. Чё, мы должны были её в одеяло замотать? Не, вы должны уважать наши законы. Мы вас не звали, и вы сами пришли. Короче, с Яной они разговаривать не будут. Ну, потому что... Потому что все на ней пялиться, понятно? Так точно. Ну, если надо надеть паранжу, я надену. Поздно, похоже. Давай, уходим, уходим. Я реально не понимаю, что со средневековье-то, а? Эй, русские! Вы же журналисты. Тебе документы можешь показать. Документы и купить можно. Слушай, чё ты хочешь вообще, а? Тихо-тихо-тихо-тихо. Купить. Понимаете, купить. Ты чё-то предложить хочешь? Ну... Thank you. Ты язык-то откуда вообще знаешь? Мой отец работал в Советском Союзе. Он научил меня вашему языку. Так тебе повезло, парень. Нам как раз проводник нужен. Сколько хочешь? Смотря какая работа. Мы ищем людей, у кого есть катера, лодки, которые уходят в море. Ну, рыбаки, например. Короче, триста. Половина сразу же. Мы тут поснимаем немного. Есть тут одна заброченная говань. Но там всем заправляет лебасу. А он страшный человек. Пятьсот. Тысяча. Идёт. По рукам. У меня одно условие. Женщина с нами не пойдёт. Это ещё почему? Будут проблемы. Ян, на самом деле, может, тебе не стоит рисковать? Ты, наверное, езжай в гостиницу и жди нас там. Мы с ним в репортаж и вернёмся. Сговорились. Понятно. Ян, ты не обижайся. Так, правда, лучше будет. Да чтоб там на вас на всех параджу надели. Остальные потом. Я Андрей. Абдулла. Но если что, я вас не знаю. Фидель, у меня для тебя новости. Я тебе чем сказал заниматься? Не волнуйся, Фидель. За Либаса присматривают. Либаса перешёл черту. Он скоро станет для нас угрозой. А угрозой всегда лучше предотвращать. Не думаю, что сейчас подходящее время. На нашей территории появились журналисты из России. Хотят снять репортаж про наш лагерь беженцев. Интересно. Русский корабль и тут же русские журналисты. Ты уже пробил их? Да, среди них была женщина. Нашим людям не понравился её внешний вид. Они закидали их камнями и прогнали. Смотри, мой человек сфотографировал их. Дикарья. Да. Желаете пообщаться с ними? Конечно. Если они настоящие журналисты, такую возможность упускать глупо. А если как-то связаны с угнанным кораблём, уж тем более. Это точно. Вот это место, про которое я вам говорил. Здесь рыбаки. Понятно. Катарбандисты. Ну да, сюда нелегально прибывают наши братья. А миграционная служба куда смотрит? Ну, обычно Фидель с ними такие вопросы решает. Фидель? Это кто такой? Большой босс. Самый главный у нас. А это чья лодка? Катарь Лебаса. Того человека, про который я вам говорил. Тут он всё контролирует. И как к этому ваш босс относится? Как его там? Фидель? Ну, ну, Лебасу поговорят на его место метят. Что-то у вас тут запутано всё. Ладно. Разберёмся. Дальше мы сами. Спасибо, Абдулла. Спасибо. Ну, будьте осторожны с Лебасу. Если ему кто-то не понравится, убьют. Ну что, потолкуем с африканцами? У них оружие. Именно поэтому. Катеры, африканцы, автоматы. Что тебе твоё пиратское сердце подсказывает? Да что оно подсказывает? Проблемы у нас будут. Ты их отвлеки, а мы с Ваней их сзади обойдём. Пошли. Привет, парни. Стоять. Ты кто такой? Я бы хотел арендовать этот катер. Что ему надо? Не понимаете? Я могу объяснить. Рыба, ловить, лодка. Не подходи, буду стрелять. Руки. Русский корабль. Где он? Я не понимать. Повторяю, где русский корабль? Лебаса убьёт вас. Нет, это я тебя убью, если не скажешь. Не знаю. Я привёз Лебаса на берег. На корабле остался Хасан. Похоже, не врёт. Бросайте вы его. Идите сюда. Да быстрее. Ну, а что там? Смотри, вот вся история их перемещений. Угу. И где-то вот здесь они захватили наш сухогруз. Да какая разница, где они были сутки назад? Важно, где они сейчас. Да чего ты бываешь нудный, Андрюх. Всё тебе сразу подавай. Может, не хочется посмаковать момент своего триумфа? Держи. Вон туда посмотри. Ну и гад же-то гуляет. Не мог сразу сказать. Чё, погнали? А то. Ай, сумасшедшие русские. Здравствуй, Абдулла. Ничего не хочешь рассказать? Деньги сюда давай. Деньги сюда. Деньги сюда. Деньги сюда. Вы журналистка из России? Совершенно верно. Могу я присесть? Да, конечно. Меня зовут Осман. Я помощник Фидели Ахмади, лидера беженцев. Ясно. Он просит у вас прощения за неприятный инцидент. Он очень прощает. Прощение, милая. Ваши люди забросали нас камнями. Они озлоблены, раздражены. С ними нужно много работать, и журналистам в том числе. Поэтому господин Ахмади рад любому, кто готов рассказывать правду о нашей жизни. Вы не могли бы оказать нам честь и встретиться с Фидели? Прямо сейчас. Но моя группа в отъезде. Я не знаю, когда они освободятся. Я понимаю. Одна вы не справитесь, да? Я не справлюсь одна. Простите. С чего вы это взяли? Ну? Я не справлюсь. Отвезите меня к вашему Фиделю. Я думал, нас встречать будут. Да, что-то подозрительное. Парни, парни, прикройте, я в трюмах посмотрю. Ага. Давай. Строев, я на верхнюю палку. Ага. Подоял. Давай, за ними. Наши. Я же говорил, что найдут. Мы здесь! Сюда! Сюда, братцы! Мы здесь! Мы здесь! Давай, давай, давай! Где они? Где они? Где они? Ох! 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 Ну что, братва, оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода! Воспримет радостного входа. Наши! Выходим по одному, ручки подставляем. Ну что, командир, корабль зачищен. Хорошо, а то я пустой. Я тоже. Что-то вы долго возились, парни. Зато эффективно. Здорово, мужики. Здорово. Капитан, вижу, цел? Да, все нормально. Спасибо вам. Экипажем командовать можете? Так точно. Бывший военный? Фу. Ну и хорошо. Ну что, домой? А-а. Строек, звони Савельевой, пусть своим ходом добирается. Есть. Командир, я пойду пока камбус проверю. Давай. Алексей Владимирович, я провожу. Да. Заодно посмотри там. Сергеич, значит так. Товарищ генерал, здравия желаю. Мы носуха Грузия, экипаж на месте, все целы. Молодцы. А луч где? Луч? Михаил Васильевич, одну секунду, извините. Капитан, можно вас? У вас на корабле должен быть… Ну, вы же понимаете, что мы здесь не просто так. Третий отсек. Эти в роду убили сопровождающего Василия Федоровича. Соболезную. А можете показать, где это находится? Петрович, покажи. Идите за мной. Товарищ генерал, я перезвоню. Ну что? Нету. Здесь был. Похоже, командировочка продолжается. Да. Михаил Васильевич, это я опять. Привет, Андрей. Ну, хорошая новость вы знаете, а есть еще и плохая. Луча нет. Да, я почему-то не сомневался. Григорьеву кровалол понадобится. Да не переживайте, товарищ генерал. Найдем мы его. Правда, побегать придется. Держи меня в курсе. Есть. Товарищ командир, я уже раз пять Савельева набрал. Трубку не берет. Сейчас в Сочи, сегодня легче. Этот шакал привел чужаков на нашу землю. Прошу, не надо. Отпустите меня. Прошу вас. Я не хотел. Что им было нужно? Это журналисты, русские. Я знаю их язык. Они хорошо заплатили, и я просто показывал им нашу жизнь. Вытрясите из него все. Одноглазый, тебе что-нибудь известно? Есть еще одна проблема. Босс, они захватили твой катер. Нас вырубили и связали. И, похоже, они уже на русском корабле. Хасан и Али не отвечают. Стоп, кто они? Те самые журналисты, которым он помогал. Берите другой катер. Взрывчатку. Догоняйте русский корабль. Не думаю, что он мог далеко уйти. И отправьте его на дно. Вам понятно? Если русские работали по твоей наводке, догадываешься, что будет с твоей семьей? Сколько их было? Трое. Очень крутые. Еще одна женщина. Но она уехала. Погоди-ка. Это не их сегодня забросали камнями? Да. Я прошу, не убивай моих детей. Пощади их. Обещай, что не убьешь. Ладно, обещаю. Закопайте его живым. Что? Я пообещал не убивать твоих детей. А про тебя речи не было. Я привез журналистку сюда. Приглашать? Что с Лебасом? Лебаса что-то мутит. Скорее всего, дело не в сухогрузе. Он работает по чьей-то наводке. Жду отчет от нашего информатора. Выясни побыстрее. А что с журналисткой? Привезти ее? Давай. Приглашай. Хорошо. Сейчас. Что там Савелева? Не дозвонился. В общем, так. Володь, оставишься за старшего. До нашего возвращения этот сухогруз – твоя персональная крепость. Никого не впускать. Легко сказать. Да только как это сделать? Оружия есть, а патронов-то нет? Ты прояви смекалку. Капитан, транспондер не включать. Добро? Ну, это не трудно. Мерзавцы всю электронику расколышматили. Еще неизвестно, двигатели запустим ли. Ну, вот как раз у вас и будет время, чем позаниматься. Удачи. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Здравствуйте. Как жаль, что ваши коллеги не смогли приехать. Как вас зовут? Приятно познакомиться. Мне тоже очень приятно. Пожалуйста, садитесь. Не беспокойтесь. Это только для вашей безопасности. Спасибо. Господин Ахмади, я вам очень благодарна за приглашение. Я к вашим услугам. Не возражаете, если я запишу нашу беседу? Нет, пожалуйста. Спасибо. Мы хотим сделать правдивый репортаж о жизни беженцев в Швеции. Отлично. Только сначала расскажите, что сегодня случилось с вашей съемочной группой на рынке? До меня дошли слухи, что… ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Хорошо. Это всё? Нет. Я собираюсь убрать Фиделя. Сможете меня поддержать? Если сделаешь, как договаривались. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Лебаса всё сложнее контролировать. Теперь ему нужны не только деньги, но и власть. Его одержимость становится для нас проблемой. Понял, босс. Это дикость – кидать камни в женщину. Варвары. Это уж слишком. Но прошу вас, простите их, они в основном необразованные. Местные законы и порядки им непонятны. С ними нужно много работать, всё терпеливо объяснять. Вы думаете, получится? Я пытаюсь, но пока… Это вообще реально? Вот, например, я заметила, что у вас в лагере много сомалийцев. И что? Даже у себя на родине они частенько нарушают закон. Я имею в виду пиратство. Но там они идут на это не от хорошей жизни. А здесь? Они не переносят сюда, скажем так, свои навыки. Что вы имеете в виду? Вчера неподалёку был захвачен российский корабль. Говорят пиратами. Вам что-нибудь известно об этом? Ну… Допустим так… Я бы мог навести справки. Вы же понимаете, я человек влиятельный. Спасибо большое. Спасибо большое. Извините меня, я на минуту. Да, конечно. У нас проблемы. О, есть сигнал с маячка Савельевой. Не понял. Что она там, в бутик пошла, что ли? Если бы. Она в лагере беженца. Смотри. Что она там делает? Что делать, не знаю. Но если не отвечает, вероятно, у нее проблемы. Она не журналист, а шпион. Давайте договоримся. Я вам информацию о корабле. А вы мне… романтический ужин. В смысле? В смысле, что я тебя хочу. Вы что себе позволяете? Вы, европейские женщины, все одинаковые. Вас же тянет на экзотику. Что вы там себе в своих фантазиях представляете? Думаешь, я не знаю? Люди в порядке? Да, да, да. Да. Эту дикую белую кошечку я хочу оставить себе. Ох, как же я с ней позабавлюсь. Потом я отдам ее твоим парням и тебе. Не трогайте, я буду кричать. Кричи. Я люблю, когда кричат. Вы не имеете права. Я гражданка России. Иди давай. Вы за это ответите. Ну и чего? Где здесь явно-то искать? Чего маячок ее показывает? Да ничего не показывает, связи нет. Но точно она где-то в этом муравейнике. А вот, похоже, их босс. Ага. Зная Савельева, она по мелочам размениваться не будет. Сразу к главному полезет. Че, какой план? Просто зайдем и спросим? Нет. Предлагаю подстраховаться. А? Ничего, что мы без приглашения. Пожалуйста, не надо. Извини, друг, мы у тебя тут похозяйничаем. Зарима, глаз с нее не спускай. Фидель приказал. И объясни, что с Фиделем нужно быть почтительней. Все сделаем. Только попробуй меня остановить. Куда это ты собралась? Выпустите меня. Иди давай. Выпустите меня. Я гражданка России. Не надо. Передай Фиделю, я ей все объясню. А мне чего? Сейчас. Кажется, твой размерчик. Не-не-не, я это не надену. Ты Савельева спасать собираешься? Если будешь послушной, Фидель тебя не обидит. Откуда ты знаешь русский? Когда-то моя родина дружилась с Советским Союзом. Потом революция, война. Слова-то закончилась. Я даже когда-то выходила на демонстрацию за права женщин. Это бесполезно. Мужчины сильнее нас. Не все измеряется силой. Помоги мне выбраться отсюда. Хочешь, уйдем вместе. Ты что? Поймают и накажут? Лучше смирись. Когда Фидель придет, подравься ему. Прости, дорогая, но это не мой стиль. Отсюда не уйти. Поверь, я знаю. Подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok